я не знаю кто ты сколько тебе лет кем ты работаешь и какого ты пола это вообще не важно но я знаю одно у тебя есть мечта у каждого из нас глубоко внутри есть мечта ты просто прячешь эту мечту от мира ты слушаешь людей которые говорят тебе будь реалистом это невозможно у тебя это не получится и ты закрываешься и вроде бы все нормально но нет в глубине души ты знаешь что ты не живешь своей жизнью твоя жизнь это рутина я знаю твоя жизнь это рутина и в этой жизни полно ты должен ты должна надо надо кому надо кому должен надо им или тебе знаешь как называется самое богатое место в мире спорим не знаешь это не америка это не дубай это кладбище потому что на кладбище похоронены мечты и всех людей мира потому что на кладбище похоронены проекты о которых ты никогда не узнаешь похоронены там стартапы о которых ты никогда не узнаешь похоронены песни которые ты никогда не услышишь похоронены книги которые ты никогда не прочтешь на кладбище полно людей которые не смогли реализовать себя потому что они боялись рискнуть потому что им было страшно также страшно им было как тебе сейчас но знаешь что ты не на кладбище пока мы живем один раз жизни один единственный раз и что ты делаешь ты просираешь свою жизнь каждая прошедшая секунда каждая прошедшая минута каждый прошедший день ты не сможешь вернуть каждый прошедший день приближает тебя куда к кладбищу прошла одна неделя да и ты стал ближе к смерти мы все приближаемся к смерти и что ты делаешь ты просираешь свою жизнь еще раз в жизни нет кнопки перемотать назад в жизни нет кнопки пауза жизнь идет только вперед только вперед и ты приближаешься только к смерти просто осознай это и ты продолжаешь жить жизнью других не своей жизнью поэтому цени каждый миг живи на полную живи жизнью своей мечты в этой жизни все возможно посмотри на меня я это доказал в этой жизни все возможно у американской писательницы хелен келлер которая родилась слепой и глухой представляете однажды спросили что может быть хуже чем родиться слепой и глухой и знаете что она ответила она ответила было бы намного хуже родиться со способностью видеть не имея собственного видения было бы намного хуже родиться со способностью слышать и не слышать себя так что слушайте себя начинаете вспоминать свои мечты и действовать чтобы в старости не вспоминать оправдание и не сожалеть об этом так что вспоминай я к тебе обращаюсь вспоминай кем ты хотел стать живи жизнью своей мечты потому что люди на самом деле умирают не в старости люди умирают в 25 лет так что следуй за мечтой не иди по протоптанному пути за толпой где куча следов иди туда где пути нет чтобы оставить свой след в истории еще раз у тебя одна жизнь не просри ее